Парта раздора. Почему в московских школах участились стычки на национальной почве? И помирит ли подростков учебник толерантности? Здравствуйте! Вы смотрите Акценты в студии Арман Газан. Московские чиновники озаботились межнациональным климатом в столичных школах. Для подростков специально разрабатывают новое пособие по толерантности. Учебник расскажет поколению Next о синагогах и мечетях. Проект толерантного учебника «Этномосква» сейчас разрабатывается в столичном департаменте межрегионального сотрудничества. 30 экземпляров пилотного издания планируется выпустить к ноябрю. По задумке чиновников, на основе пособия учителя смогут проводить уроки терпимости. А сама книга расскажет о событиях и праздниках диаспор и этнических достопримечательностях города. Например, о мечетях и синагогах. При этом в московском правительстве отмечают, что вводить новый предмет они не собираются. Учебник будет использоваться в рамках дополнительных уроков толерантности. И только после того, как пилотные экземпляры обсудят учителя и родители школьников. Поэтому появится пособие в образовательных учреждениях столицы не раньше 2013 года. Курс толерантности будет преподаваться детям 11-15 лет. Итак, учебник «Этномосква», по мнению столичных властей, воспитает у подрастающего поколения уважение к чужой культуре, религии и национальности. Однако, является ли это панацеей в решении проблем нетерпимости? Панацеей ничего не является в решении этих проблем. А что касается того, будут ли эффективные учебники, надо их сперва почитать. Все зависит от того, как эти темы излагаются. А вообще, рассказывать надо, конечно. То есть, возможны два разных способа рассказывать про этнические проблемы. Один из них, к сожалению, популярный, но вредный. Когда детям объясняют, желательно на примерах одноклассников, как они друг от друга отличаются. А вообще, говорят, скорее, они должны искать общие, а не отличные. Учебные пособия, которые будут вводиться, в методическом плане, они абсолютно бесполезны. Поскольку даже один час в неделю абсолютно не имеет никакого значения, как учебный урок. А учебные пособия, которые вне классные, по сути, пройдет мимо учащихся. Но я вижу в этом огромную пользу, поскольку, на мой взгляд, весь сам подход, он очень вредный. И вообще, идея толерантности, которая нам прививается, является абсолютно неадекватной нашей евразийской, русско-российской цивилизацией. Между тем, в школах и без всякого специального учебника, в рамках какого-нибудь урока толерантности, детям рассказывают о том, что люди всех национальностей в России – друзья и братья. Эффект от этого хоть какой-нибудь виден? Все зависит от учителя, как всегда, в школе. Он может по одной и той же методичке эффективно пообщаться с учениками, а может неэффективно. Но, в общем-то, вот эти изолированные уроки толерантности, они, по сути, свои, конечно, неудачная задумка, потому что толерантность и вообще какого-то восприятия этнических, ну, и религиозных аспектов жизни надо учить в каком-то контексте, на примерах, в том, с чем люди реально сталкиваются, в данном случае школьники. Гораздо важнее не какое-то абстрактное пособие, не абстрактная информация или там даже знания, как их называют. Гораздо важнее совместный труд, совместные ценности, совместная учеба. Тот же русский язык. Нормально, добавьте русского языка в преподавание, совершенно по-другому поставьте дело введение в русскую литературу, в вершины русского языка. Это даст в миллиарды раз более осмысленный эффект и конкретно крайне полезный, чем мы будем абстрактно воспитывать это отчуждение. Если ребенок, наслушавшись дома разговоров вроде «понаехали всякие» или «житья от них нет», уже подсознательно начинает оценивать одноклассников по схеме «свой-чужой», а в школе ему рассказывают про мечети и синагоги, не возникнет ли у него резкого неприятия того, что он слышит от учителя? Это и есть двойная мораль, двойное сознание. Но главное-то не в этом, а главное в том, что вообще непонятно, зачем нужно вот это чужое нам толерантное учение, по сути. Это квазирелигиозное учение о толерантности, которое не соответствует никаким традициям ни одного из народов постсоветского пространства. Конечно, может возникнуть такое неприятие. Поэтому начинать надо с того, учитель должен ценить, что уже у школьника в голове. И именно это в первую очередь обсуждать. Не мечети, которые, скорее всего, не обсуждаются между школьниками, а то, что между ними реально обсуждается, то, что между ними реально происходит. Тогда это будет иметь смысл. Почему учебник по толерантности создается только для московских школьников? Почему обделенными остаются подростки, например, Северодвинска или Пензы? Не связано ли это с концентрацией мигрантов в российской столице? И не получается тогда, что пособие «Этномосква» будет не столько учить уважению, сколько подготавливать юных москвичей к дальнейшему наплыву иностранных рабочих. Подготавливать к тому, что наш город становится мультикультурнее, да, действительно надо, потому что он становится и будет становиться. И ничего с этим нельзя поделать. Нравится кому или не нравится. Почему это относится к Москве? Потому что этим занялись московские власти. Вот займутся северодвинские власти. У них тоже будет. Просто сделать общий учебник федеральный на самом деле трудно. Желательно как раз адаптировать к местным особенностям. Я не говорю, что в каждом городе по учебнику, но тем не менее какие-то местные особенности хорошо бы учитывать. Во многом такого рода пособия и вот это квазирелигиозное учение о толерантности, оно и обслуживает тех, кто наживается на мигрантских потоках. На бесправие мигрантов, на то, что из них извлекают, так сказать, по семь шкур дерут и извлекают все возможные поты и все, что угодно, выжимают как лимон. Кстати, миграция из Центральной Азии и Кавказа, где традиционно высок уровень рождаемости, привел к изменению демографической ситуации в Москве. Уже сейчас типична картина, когда практически для половины учеников обычного класса в школе где-нибудь на окраине столицы русский язык не родной. По тому, что уроки толерантности необходимы, стало понятно давно. Число детей-мигрантов в московских школах постоянно растет. По разным оценкам сейчас классы Москвы и Петербурга на 30-50% состоят из приезжих. Из ряда столичных учреждений поступают жалобы. Дети приезжих не знают русского языка, они не могут нормально заниматься. Каждая школа должна решать вопрос самостоятельно. Либо подтягивать отстающих, либо создавать классы по национальному признаку. К тому же мигранты неохотно идут на контакт с одноклассниками и общаются в этнической группе. И когда между школьниками возникает конфликт, каждого обязательно поддержат свои. Подобные стычки в московских школах происходят все чаще. Но сколько? Точной статистики нет. Учителя редко выносят ссоры из избы. Между тем, эксперты утверждают, что ксенофобия и экстремизм в подростковой среде связаны с обособленностью по национальному признаку. Приезжие сами не интегрируются в жизнь мегаполиса. И учителя не помогают. Половина школьных психологов в России ни разу не занимались адаптацией детей-мигрантов. Хотелось бы понять масштабы распространения ксенофобии среди учащихся российских школ. Насколько все серьезно? Или это сугубо проблемы возраста, подросткового бунтарства и не более того? По социологическим опросам у нас ксенофобные настроения, в том числе в какой-то радикальной форме, выражают в первую очередь именно молодые люди. И с окончанием школы, судя по всему, у них это не проходит. Конечно, есть всегда вот этот элемент подросткового бунтарства, само собой, и учитель это должен учитывать. Но есть и просто такой факт, что новые генерации сейчас больше заражаются этим. Речь идет не о ксенофобии, а о защитной реакции людей на события, когда идет экспансия, причем организованная экспансия. И здесь вопрос идет не о том, что кому-то не нравится таджик или грузин или чеченец и так далее. А речь идет о том, что просто люди не понимают, что с этим потоком экспансии делать. Расизм, нацизм, ксенофобия и так далее. Этот список можно продолжать еще долго. Можно ли связать все эти явления в молодежной среде с несовместимостью различных культур и суть проблемы, например, с перегруженностью школ учениками разных национальностей? Расизм, ксенофобия и так далее. Расизм, ксенофобия и так далее. Нам нужно максимально зиждить и культивировать нашу российско-русско-евразийскую цивилизацию и великий русский язык. Вот в чем суть проблемы. Как в дальнейшем будет развиваться ситуация с ксенофобией в молодежной и подростковой среде? Чего ждать? И способны какие-либо программы, в том числе и внедрение учебника «Этномосква» справиться с ситуацией? Честно говоря, я большого оптимизма не испытываю и не думаю, что в ближайшие годы ситуация улучшится. Но это не значит, что ничего нельзя сделать. По опыту других стран, которые все это проходили уже, европейских, можно сказать, что нет, здесь, конечно, не отдельным учебником это делается. В основном это делается изменением подхода к тому, как школьникам объясняют социальные исторические темы. С ситуацией справятся не учебные пособия, и тем более не вредные для нас идеи толерантности и так далее. Справиться с ситуацией позволит форсированное развитие страны, прежде всего малых городов, против, соответственно, гиперцентрализации в Москве. И против того, что все финансы, все кадры здесь концентрируются. Вот что надо делать, а не делать псевдорешения в виде этих пособий. Проявление радикализма, насилия, ксенофобии – это результат воспитания в семье. Если сами родители дома проповедуют нетерпимость, тогда никакие уроки и учебники не помогут. Однако программы, примеряющие общество в школах, все же необходимы, пока человек еще не повзрослел. Но реализовываться они должны не только в московских или российских школах, но и в странах, откуда приезжают мигранты со своими детьми. Ну а если посмотреть в корень проблемы, то радикализация молодежи и подростков и со стороны россиян, и со стороны мигрантов – результат именно массовой миграции. Это была программа «Акценты». С материалами нашей передачи и другой информацией вы можете ознакомиться на мультимедийном портале мир24.tv. Увидимся в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова